Здравствуйте. Меня зовут Сергей. В общем, у меня такая ситуация. Я почти 7 лет назад заболел вегетозасудистой дистонии и до сих пор как бы не могу выстроить. Пробую разные варианты, но до сих пор ничего. Но вы услышали вчера мои лекции? Вы поняли, с какой стихией нужно вам контактировать? До конца еще. Видите, вы хотите помощи от меня. Я могу вам помочь с помощью знания, даже лечения. Я могу это сделать. Но будет ли это настоящей помощью для вас, если вы пока не услышали истинное лечение? Истинное лечение связано с природой. Я вчера ночь не спал, прилетел, читал лекцию. Я как бы утром проснулся совершенно изможженный, но меня поселили возле речки на природе. Я начал слушать голос святого человека, неподвижное положение тела занял и в течение двух часов я контактировал с природой, со святым человеком и я вылечился. У меня появилась сила внутри читать лекцию жить. То есть я вчера читал на пределе возможностей своих внутренних, а сейчас я читаю очень спокойно, у меня есть много силы. Ваша природа, ваша среда, которая вам поможет, это река, потому что вы перегреваетесь, у вас очень много огня в организме. Этот огонь возникает из-за того, что человек хочет изменить свою жизнь. Понимаете, есть три как бы силы, меняющие здоровье. И эти три силы, неправильное отношение к ним, непринятие судьбы создают болезнь. Первая сила, которой вы пользуетесь, это сила изменить перемены. Она создаёт увеличение энергии огня в организме. И сосудистую дистонию, воспалительные процессы, кожные заболевания, гастриты, нарушение пищеварения. Всё это создаётся тем, что человек хочет поменять свою жизнь, а не принять её. Он хочет всё изменить в своей жизни из-за этого, а так как у него не получается, своих сил нет, меняется всё только благодаря связи с Богом. Благодаря связи с Богом всё меняется. Поэтому, так как вы идёте не тем путём, вы болеете, перегружаетесь. Болезнь означает перегрузка. Если вы будете слушать голос возвышенного человека, молиться вместе с ним, учиться и будете настраиваться на реку, на воду, то вы будете получать облегчение. Также облегчение придёт, если вы будете есть больше сырой пищи, если вы будете больше находиться на свежем воздухе, обливаться прохладной водой, ну то есть связь с холодом. Увеличите и научитесь принимать судьбу. Вторая причина болезней — это страх перед смертью, желание вечности. Человек боится болезней, боится перемен каких-то в жизни. Страх. Само по себе страх является причиной того, что человек становится напряжённым. Не начинает болеть голова, начинает болеть позвоночник, суставы, кишечник нарушает свои функции и так далее. Это означает, движение воздуха неправильно в организме. Страх смерти, страх трудностей заставляет человека болеть таким видом заболеваний. Это преодолевается с помощью, опять же, звука святого человека, контакта с природой. Нужно думать в этом случае о воздухе, о горах, о движении. То есть, можно лечить такую болезнь, когда человек читает молитву и бежит одновременно. Он контактирует с природой, входит. Или цигун такие, гимнастика, ушу помогают в этом случае. Третья причина — болезни, которые вызывают онкологию, лишний вес, нарушение обмена веществ. Это болезни, которые связаны желанием счастья. Когда человек очень хочет быть счастливым, но не может, то в его жизнь входит жадность, переедание, лень и пассивность, инертность. Она приводит к этим видам заболеваний. Это лечится через то, что человек начинает делать добрые дела, заботиться о других людях, настраивается на связь с людьми, заботу о них. И опять же, молитва настроена на святого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова